Я решил на практике разобрать, вот если человека обидели, оскорбили, что и как поступать. Ну вот, например, некто 63рус написал Посмотри правильную технику в интернете или узнающих спроси В интернете, вы понимаете? И воду пей между подходами. Мешок, бля! Я ему ответил, а не сообщили бы вы свой возраст успеха в этом, бля! То есть, знаете, плохо, когда человек скрывается за какими-то непонятными названиями, какое-то там фото у него или рисунок. Так, если вы что-то хотите прокомментировать там, сказать, ну поступайте как-то более-менее открыто. Открыто! Следующее читаем, вот, аналитику комментарии. Вот, опять пошли от этого 63рус. Конечно, опасно не пить воду. Это сверхдебилизма. Кров при нарубных нагрузках сгущается и сердцу тяжело. Не знаю, я привык вот так заниматься. Если вам тяжело, да пейте эту воду. Далее. Конечно, опасно не пить воду. Это вердебилизма. Крупы. А, все это, все тоже тяжело. То есть, вот перед вами дебил и больше, ну никак, никак. Так, вот это цирк, тренинг с тяжестями после 65. Так, полный ноль еще и нагло советы дает. Что ты несешь, почитай книги Вейдера про биомеханику, биохимию, шарлатан. Да, опять-таки. Ну что я, что я ответил? Я ответил... Что я хотел от этого 63рус? Чтобы он сообщил свой возраст, чтобы сообщил он свои там достижения. То есть, был какой-то предметный разговор. Что касается направлений в тренировке, в развитии силовых качеств, в развитии массы и прочее, прочее, прочее. Тут огромное поле. Огромное поле. И, как говорится, кто как хочет, тот так и занимается. У кого что там. Да, есть там классические варианты по Вейдеру. То есть, одно дело, вот увидеть, чем я сейчас занимаюсь. Я объяснял, почему я так занимаюсь, почему я так занимаюсь и так далее и тому подобное. И показывал свои там достижения какие-то у меня есть и прочее, прочее. И вот, чтобы как-то с человеком предметно поговорить, хотелось бы узнать его возраст, в первую очередь. И во вторую очередь, естественно, его там достижения, что он там, чего он там достиг. Ну и вот третье, когда человек прячется за вот эти вот непонятные фотографии, у меня вот сразу видно, моя фото подписан Малахов Геннадий, а не просто. Вдобавок ко всем относиться порядочно, доброжелательно, а не просто так. Чем, конечно, отрицательный YouTube, интернет, это то, что люди спрятались и вот так вот чешут безнаказанно. Ну, это, конечно, безнаказанность, они так думают, что раз их не видеть, ни то ни сё, всё это как бы сойдёт. Это далеко не так. Есть такое понятие, как заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Это уже достаточно, но не в этом дело. Поэтому, чтобы предметно как-то поговорить с этим человеком, хотелось бы вот это знать. А когда вот ничего такого вот нету, то, ну, о чём говорить? О чём говорить? И просто-напросто понимаешь, что этот человек, находящийся, так скажем, на своей ступени развития, он вот так вот мыслит, и он не хочет принимать другие какие-то там мнения или ещё, знаете, вот так вот и больше никак. Ну, с такими людьми, дабы они тебя больше тут не маячили на ленте, разговор простой, просто-напросто их удалим. И пусть заходят на те каналы, где там вот по Вейдеру занимаются, воду пьют и так далее, и тому подобное. Ко всему относиться легко и просто, с понятием. Даже вот когда там тебя там оскорбляют, так, сяк. Ну, что ты хочешь? 67 лет. И я ещё что-то тут занимаюсь, что-то тут делаю. Большинство, 99%, и этим не занимается. И вместо того, чтобы сказать, вот, ты смотри, правильно занимается, вот, человек, как-то, хоть как-то за собой следит. Ну, грубо говоря, можно было подправить. Ну, вот, с моей точки зрения, надо бы там воду хлебать, с той там точки зрения ещё там что-то там делать, вот. И прочее, прочее, прочее. Вот так вот. А я показываю свои тренировки. Плюс, если я сослался на кого-то, вот как там, что касается коленей, я сослался на Алексеева. Посмотрите. У меня болело колено, я тренировался с этой досью, и штанга была на берегу, на бетоне. Ну, и ноги засадили, колено. Думал, что вообще выступать не было. На лавку не мог садиться и вставать. И вот это упражнение я придумал. Три тренировки, по три подхода, по 12 раз. Удивляясь каким-то вот таким вот резким высказыванием, вот так вот, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, не зная человека, не зная вообще. И вот поэтому, если это все несправедливо, это вот, допустим, касается некоторых посетителей канала, которые говорят, вот меня оскорбили, я там переживаю. Разберите это все, разберите это, исследуйте. Если это справедливо, изменитесь. А это, если несправедливо, да, как пришло, так и уйдет. Вот такой видосик я бы хотел вам показать практически насчет моей личной обиды. Вот, пришла из интернета обида, как я на нее реагирую. Возможно, вы помните, у нас был разговор с врачами насчет чистки печени. Что они говорили, и камни не выходят, и это реакция сока с лимонной кислотой и так далее, и так далее. Все мои доводы оказались им неубедительны. Ну, что тогда с такими людьми общаться? И вообще я удивляюсь, зачем вам тогда сюда заходить, что-то тут доказывать или еще что-то. Доказывайте своей жизни. Вот я лично своим примером что-то вам показываю, что я вот такой вот сякой и пятое-десятое. Кстати, я сделаю такое интересное видео. Мои достижения, которые я осознанно хотел заполучить, это достижение. И которые вот пришли неосознанно, можно сказать, кармически. Вот такое будет интересное видео. Поэтому вот этот видосик еще для РУС-63 немножечко повиси, там завтра, послезавтра, да я его удалю. Вообще, чтобы о человеке судить, надо как-то его бы изучить хотя бы немножко. И не судить там по какому-то видео, не понимая, для чего он это показывает. Тем более, если гравитационную гимнастику взять, там совсем скажут, что-то тут крыша поехала. Знать, у каждого человека свои достижения, которые он там делал, допустим, в 20 лет это одно было, далее там в 30 это другое, в 40 это четвертое, в 50 лет это пятое, в 60 это там шестое. Что там, что там удалось сохранить, что приобрести. И уже этим нам человек интересен. А так, если посмотреть, допустим, на того же Рони Калимана, на того же Флекса Уиллера, которые сейчас инвалиды, и подумаешь, да что это такое, что это там такое. Это сейчас они инвалиды, а в прошлом на них мы все равнялись. Как говорится, всему свое время, и в соответствии с этим, и надо бы подходить, и вдобавок понимать, что человек там показывает, рассказывает, рекомендует, или еще что-нибудь делать, или он просто рассказывает о себе. Блох. Что такое блох? Это дневник, человек рассказывает о себе, в частности, и рассказывает о своих занятиях. Ну вот, на этой ноте мы с вами и закончим. Итак, вот такие вот, конечно, посылы, посетители, они закаляют. Если их не будет, если их не будет, то человек будет такой разнеженный, он будет вялый. Что ты несешь, почитай книги Вейдера про биомеханику, биохимию, шарлатан. Ну, одно дело почитать, а другое дело воплотить. Это же разные вещи. Почитал и воплотил. И вот мне хотелось бы узнать, еще разок, 63 рус. Я хочу, чтобы вы, видите, как я уважительно отношусь к вам, свой возраст, желательно бы фото свое выставили, да, или там прислали как-то, если вы хотите. Свои результаты. И я весь открыт. Все мои результаты, фото, мото, видео, я все это выставил. Для бы быть понятным человеком, с чего я начал, чем-то там закончил, что как у меня идет. Сделайте хотя бы небольшую часть, чтобы как-то можно было сравнить и сказать. Ну вот, вы тут начитали из книг Вейдера, знаете биомеханику, биохимию. И какой у вас результат? Ну, покажитесь. Не сделайте, я просто-напросто вас удалю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!